Без напряженной работы над собой ничего нельзя добиться как в спорте, так и где-либо еще. В подлинности этой фразы был уверен советский хоккейный тренер Анатолий Владимирович Тарасов. Действительно, с ним нельзя не согласиться. Здравствуйте! Это программа «Спортивная среда» и в студии Амир Сабиров. Вместе с моими коллегами, как всегда, покажем обзор всего самого интересного из жизни спортивного Татарстана. Смотрите сегодня в выпуске. Олимпийские надежды России. Всероссийские соревнования по теннису среди девушек до 17 лет. Кубок наций по хоккею на траве. Казань приняла международный турнир. Традиционный турнир по гольфу. Кубок Араиса Республики Татарстан. Гости студии. Представители хоккейного клуба по хоккею на траве «Динамо Акбарс» и сборной команды России. Кубок Раиса Республики Татарстан стал уже настоящей визитной карточкой региона. Регулярно в нем принимают участие гольфисты из разных стран. В этом году турнир 14-й по счету. Он прошел на двух локациях. В сверстях холмах и гольф-поле «Акбарс». Гульнурга Драхманова на этом мероприятии работала, поэтому передаю ей слово. С 24 по 25 августа прошел благотворительный турнир по гольфу на Кубок Раиса Республики Татарстан. Проводится он уже 14-й год подряд по инициативе Раиса и является визитной карточкой и ярчайшим событием для гольф-сообщества Татарстана и России. На церемонию открытия приехал первый заместитель министра спорта Республики Татарстан Шахуддинов Халил Хамитович. Для гостей и спортсменов выступала кавер-группа «Джаст Брас» и татарский коллектив «Ямли». 1 сентября здесь откроются двери республиканской школы, где дети могут заниматься уже с юных нет профессионально и равняться на вас. Желаю сегодня комфортного, хорошего дня. Мы с утра пожелали и заказали хорошую погоду. Желаем хорошего настроения. Пусть победить сильнейшие. Мы, наверное, как Татарстан скоро станем чемпионами мира по благотворительным турнирам. И я очень рад, что вы находите свое время, свои ресурсы и приезжаете. Приезжаете, посещаете нас и нашим местным гольфистам, чтобы вы все это дело поддерживаете. Турнир имеет благотворительный характер. Средства, собранные в рамках проведения турнира, направляются на поддержку фонда «Семья вместе». В этом году 4 миллиона 900 тысяч рублей уйдет на поддержку этого фонда. Собирает очень много профессиональных спортсменов, любителей этого вида спорта. Но самый главный результат этого мероприятия – это очень серьезная сумма, спонсорский срез, который направляется на благотворительные цели, в первую очередь на лечение детей, на приобретение лекарственных препаратов. Этот проект очень важный и социально важный для всей республики. Он помогает семьям быть вместе во время лечения. И гольф-турнир – это очень крупное мероприятие, которое на протяжении 14 лет как раз дает возможность компаниям принять в нем участие. Ежегодно участвуют свыше 130 гольфистов со всех регионов России. В этом году были участники из Казахстана, Турции, Ганы. Впервые в истории турнира гольф сыграли по обе стороны Волги. Индивидуальный этап сыграли в Свияжских холмах, а командный этап – в новом гольф-клубе «Акбарс». Поля в Татарстане – это, конечно, особое удовольствие, потому что Свияжские холмы – невероятной красоты поля. Оно очень интересное, оно бросает вызов. Это поле новое, тоже очень интересное. Кстати, тоже открылось, было открыто это поле детским турниром. То есть, все вкупе – благотворительность, дети, спорт. Индивидуальные соревнования проводились в формате «Стейбл Форд», командные же в формате «Скрембл» – 4 человека в одной команде. Засчитывался лучший результат. На площадке для игры присутствовали различные препятствия – водные и песчаные преграды, кусты, длинный траван. В основе гольфа лежит принцип честности – играй мяч так, как он лежит. Играй на той площадке, что есть, и в любом случае поступай по чести. В командном этапе первое место заняла команда «Урал», а второе место – журнал «Гольф-клуб», за который и играл Дамир Фатахов. Бывший министр по делам молодежи Татарстана. Третье место в командном зачете завоевала команда «Татарстан», в составе которой играл Раис Рустам Нургалевич Мениханов. Также наши татарстанские гольфисты получили несколько номинаций. «Лонг-драйв» – за самый дальний удар номинацию получил Илья Кабанов, воспитанник нашей академии гольфа. А Сергей Пасечник выиграл номинацию «Close to the Pin» – самый ближний удар к лунке. В номинации «Best Gloss» лучший счет удостоилась Гузелью Суповой из Казани. Гольфмур Габдрахманова, Амир Залюшев, спортивная среда. Сегодня у нас в гостях главный тренер сборной России по хоккейной траве и вратарь этой сборной – Араик Маргарян и Иван Ожерельев. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Сбылись ли ваши ожидания от Кубка наций? Ну, знаете, так как уже четвертый год проводится Кубок наций, мы являемся трехкратными победителями этого Кубка. Немножко обидно, что в прошлом году, когда мы выигрывали Кубок наций, присутствует такая сильнейшая команда из Китая. Но почему-то в этом году их не приехали они. Остались только белорусская Ю-21 и национальная сборная Белоруссии. В точно таком же порядке и национальная сборная России, и молодежная команда Белоруссии. Иван, у вас какие эмоции? Да, эмоции только положительные. Видно, что команда от игры к игре прибавляет. И это подтверждением слова нашего главного тренера Ракташича и тренерского штаба. Стараемся выполнять те указания и те наставления, которые даются нам, чтобы с каждым разом улучшать свое мастерство и только совершенствоваться. И те игры, которые у нас есть, их не так много, конечно, но все же мы рады этому. Это большая возможность как проявить себя, так и показать уровень и мощь нашей сборной. Вот эти игры сборных, насколько они важны в условиях изоляции? Так уж принято, наверное, что главный тренер и главный врач, любая победа приписывается им. Но, по сути дела, это не так. Наши победы, которые и здесь, на округе нации, идут совместными усилиями, считая соответствующие и непосредственно имеющие отношения к хоккею на траве властной структуре Татарстана. Настолько бдительные отношения по центру внимания мы находимся, что нам играть на таком уровне одно наслаждение. Я скажу почему. Потому что все-таки без чувства патриотизма вкладываться в игру, а вы понимаете, что всегда, как правило, если ты отдаешься полностью игре, иногда он перекрывает мастерство. Но если к этому еще приводить то мастерство, которое наши игроки уже приняли, остается задуматься над другим. С чисто политической точки зрения мы сейчас повернусь в сторону Брикс и Шосс, тогда нам придется там выступать и, надеюсь, намного удачнее. Иван, но все же это не полноценная замена международным таким вот стартом, да, полноценным. Как считаете? Да, я с вами соглашусь, так как нет возможности соперничать с командами более высокого уровня. Но, однако, нам приходится удовольствием с тем, что есть. И даже в тех реальных, в которых мы находимся, сейчас мы стараемся выносить максимальную пользу и стараемся все равно, в первую очередь, понимать, что главный соперник – это мы сами себе. Потому что с тем, какая у нас игра была до этого, мы стараемся каждый раз прогрессировать, учитывать те ошибки, которые допускали, и их же исправлять, чтобы в следующий раз с каждым турниром мы были на голову выше самих себя. Ну и, конечно же, соперников, которые на данный момент у нас сейчас есть. Как всегда, много в сборной игроков из хозяйской команды «Динамо Акбарс». Вы являетесь ее тренером. Насколько легко управлять игроками, которые очень хорошо друг друга знают? Я человек советского происхождения, помню по Маяковскому, что такое хорошо или что такое плохо. И в этом плане у меня сейчас накопились такие игроки, что ротация высочайшая. Но основная сила того, что нам удается прогрессировать, заключается в том, что любой тренер, он должен провоцировать ту систему, а моя система – это отвлекаться от такой же стиля игры с учетом компактности тактических действий, которые игроки очень здорово принимают. Мне просто одно удовольствие с ними работать. А почему с нашего клуба сейчас, на самом деле, 12 игроков? Я еще помню по футболу от Лобановского. Базовая команда была местная. Потому что, по-любому, если играет сборная мира и одна хорошая команда, из 10 игр больше процентного соотношения игр выигрывает клуб. Есть сыгры, есть взаимопонимание. Пока вот на это и основываемся наше внимание. Иван, расскажите о вашем пути в хоккей на траве. Как вы к нему пришли? Да, на самом деле, все очень просто. Я в третьем классе сидел за партой, и в один момент пришел тренер, это Киреев Андрей Викторович. Просто рассказал о том, что есть такой вид спорта, хотя я до этого вообще не знал. В то время у нас строился стадион в нашем маленьком селе, это в Азовском районе Ростовской области. Откуда я родом. И вот с тех пор мне и понравился вид спорта. И вообще сразу, почему-то, когда спросили, кто хочет стать вратарем, так сложилось, что я просто проявил желание. И мне действительно понравился высокий уровень ответственности, дисциплины. Да и в целом вид спорта наш, он дает очень много возможностей. Возможностей для того, чтобы, начиная с детства, дети ездили. И это доступный вид спорта. Этот вид спорта зрелищный. Ну и опять же сказать, что он просто влюбил с первого раза в себя. Так и остался в хоккее. Хотя был соблазн, в одно время я занимался и футболом, и хоккеем. Ну вот, хоккей взял вверх, конечно. Уважаемые гости, мы подготовили репортаж про выступление сборной России на Кубке Наций. Предлагаю его посмотреть. Мы всегда выросли, что спорт посол мира. Всегда нас спорт объединял. Это прекрасный возможность расширить границы, сблизиться и набирать опыт у друг друга. Хочу выставить искреннюю благодарность Казани, руководству Казани, Татарстана, за то, что они поддерживают наше желание сделать здесь интересное международное соревнование. В составе сборных Российской Федерации выступят игроки мужской команды «Динамо Акбарс» и женской команды из Казани «Акбарс Динамо». У нас сравнение по всем регионам России. Вы видите, два поля, каких прекрасных построили. В прошлом мы когда играли на Евролигах, ничего в Европе подобного нет. Затем это все как-то своего рода мотивирует игроков. Плюс к тому, и каждый год, когда мы побеждаем, нас встречает президент, и благодарит игроков за такое отношение, это тоже своего рода мотивация. Победа – это не роль нашей команды, это совместные усилия, которые дают такие результаты. Турнир проводится в целях популяризации хоккея на траве на территории Российской Федерации и обмена опытом в области организации спортивных мероприятий по хоккею на траве, а также повышение уровня профессиональной подготовки, тренерских кадров и выявления сильнейших команд, совершенствование спортивного мастерства российских спортсменов. Казани умеют организовывать такие турниры, приятно приезжать, приятно здесь играть. Я бы сказал так, никаких особенно качественных не надо, как и в любом мире спорта. Это работоспособность, ставить себе цели, достигать их, прежде всего работать, работать, еще раз работать, уметь тренироваться. Соревнования – это всегда испытания для команд, где каждая задача и тактика имеет значение. Болельщики смогут насладиться высоким спортивным мастерством и, конечно, поддержать свою любимую сборную команду. Наша основная задача – это занять первое место, конечно же. Сегодня у нас игра была с молодежной сборной России, поэтому мы обкатывали свои варианты, которые будем непосредственно принимать в финале. Поэтому сейчас мы шаг за шагом приближаемся, просто готовимся к нашей финальной игре. В муниципальных школах сейчас создаются отдельные секции по хоккею на траве. Как вам нравится развитие спорта? У нас создана школа Олимпийского резерва по хоккею на траве. Занимаются около 80 учеников по хоккею на траве. В России они хорошая школа, но, к нашему большому сожалению, если правде смотреть в глаза, в других странах очень много, палитра такая большая, богатая. У нас в России всего 8-9 полей, из них лицензированных только 2. Когда мы на Евролиге участвовали, скажем, в таком городе, как Роттердам, у них было 32 поля в этом городе. Естественно, и количества занимающихся было намного больше. Мне приходится из 100 игроков выбрать качественную сборную, скажем, на 25. А сейчас, если вот так сопоставлять, где занимаются около 30 с лишним тысяч детей и сколько у нас занимаются. Хотя я этим хочу обосновать, что мы перепрыгнули через себя. По сути, мы сейчас на базе нашего клуба, мы являемся победителем, если вы помните, в 2013 году Всемирного универсиада. Хотя многие думали, если мы займем 4 место, то будет хорошо. Но мы выиграли. Плюс к тому, постоянные участники Евролигии. По мировому и европейскому рейтингу мы на Евролиге были шестыми. Если дадут хороший олимпийский цикл нам подготовиться, мы сможем попасть на Олимпийские игры. А вот насколько в чемпионате России вы оцениваете конкуренцию? Вы знаете, если вы интересовались, наш клуб – это «Динамо Казань». Я сам в 49 лет только попал сюда. И впервые меня принял Азгат Ахмедович Сафаров. К моему удивлению, человек, который с Армении приехал сюда, и мы через 6 месяцев выиграли Кубок России. Я Азгат Ахмедович сразу пригласил к себе. Я даже был удивлен, как он наравне со мной разговаривал, как преподносил те условия, когда можно здесь оставаться работать. Даже до настоящего времени я считаю долгу перед республикой, хотя у нас есть хорошее поле. Я хочу сказать, что когда есть такая организация, как «Динамо Казань», результаты долго ждать себе не дадут. Есть взаимопонимание, есть вера, есть уверенность. Но основано на профессиональных знаниях. Вот отчего и идут наши победы. Вопрос вам обоим. Иван, какие проблемы в хоккейной траве вы видите именно в организации? Если смотреть масштабно, в данном случае, в данное время, мне кажется, это нехватка профессиональных команд. Ну и, наверное, еще более динамично развивать детский спорт. Мне кажется, вообще взять любой спорт, в частности, если мы берем наш вид спорта хоккейной траве, нужно больше внимания уделять детскому спорту. Ведь от подрастающего поколения зависит наше будущее. И тут хотелось бы, конечно, больше акцентировать внимание на развитие спортивных школ, на строительство стадионов, чтобы было больше инфраструктуры для нашего видоспорта. Все равно есть в нашей стране такие города, как Казань, где шикарная инфраструктура. Я считаю, что нужно брать пример с этого города. Сам я, конечно, родом с другого места, с Ростовской области, с города Азова. Но мы все росли и видели, как здесь все развивается, как здесь все масштабно. И каждый ребенок, приезжая сюда, он видит всю прелесть хоккея, как это должно быть. Потому что у нас на Оренбургском тракте поле, ну, оно, можно сказать, мирового масштаба. Оно одной из лучших в Европе считается. Потому что такой инфраструктуры, на самом деле, нету в России точно, а в Европе не везде увидишь. Да, и хотелось бы просто, чтобы были стадионы, поля, покрытия, где бы дети могли играть. И это было бы здорово, и давало бы большой импульс в развитии нашего вида спорта. Хоккей на траве не такой затратный, как другие виды. У него еще одно преимущество есть. Показать в хоккей на траве какой-то определенный объем времени легче, чем в других видах. Но, Тимуль, мы же это на опыте показали. Фактически в первый же год работы, ну, у нас так сложилось, ну, бронзовые призеры, второй год, серебряные призеры, 2003 года золото, и до нас старше время мы держим. Естественно, с этой стороны мне очень приятно, что каждый год Рустам Другович нас принимает, поздравляет. Согласитесь, где это видно, чтобы там 16-18-летний дед принимал президент. Естественно, этот старт, который дает государство в лице Раиса Республики, мы стараемся каким-то образом направлять, как, скажем, на 100-метровке. Там же нужно, чтобы старт хороший был, дистанционный бег и финиш. Но у нас, получается, старт Рустам Другович дает, мы на финише выигрываем. Интересно узнать, а травматичный ли это спорта? Вот кто смотрит впервые, им так кажется. Но футбол, так как я сам из футбола, он намного травматичнее, чем хоккей на траве. Огромное вам спасибо, что пришли к нам сегодня. Спасибо за хорошую беседу. Отличных вам игр. И надеемся еще раз увидеть вас в нашей передаче. Спасибо. Спасибо, будем стараться. Благодарю вас. Масштабный турнир Олимпийской надежды России по теннису прошел в трех городах. В Рязани возрастная категория спортсменов не старше 13 лет. Во Владикавказе 15. А самые взрослые девушки и юноши соревновались в Казани. В парном и одиночном разряде. Категория до 17 лет. Как закаляется будущее российского тенниса в сюжете Алсушем Судиновой. Кто же они? Олимпийские надежды по теннису. Чтобы выяснить это, в Казани уже третий год подряд проводят турнир Олимпийские надежды России, который состоит из трех этапов. А четвертый этап финальный. В этом году участие принимают 72 спортсмена со всей России. От Сочи и до Красноярска. В данный момент в Казани проходит третий этап возрастной группы до 17 лет. Этот турнир состоит из трех этапов данного направления. По итогам трех этапов и первенства России личного отбирается лучшая восьмерка на итоговый финальный этап Олимпийских надежд. Финальный этап будет проходить тоже в Казани, но уже в ноябре. В зависимости от набранных очков определяют рейтинг спортсмена. А он напрямую влияет на номер посева в итоговом турнире. Это один из ключевых турниров для нас. Наряду с командными первенствами, с личными первенствами России. Это очень важно. Это статусно. В этом турнире от Федерации тенниса Республики Татарстан принимают участие 10 спортсменов в разных разрядах. Одиночный, парный и микс. А история этих соревнований уходит далеко в Советский Союз. Когда-то еще в Советском Союзе был такой турнир Олимпийские надежды, когда выискивали лучших из лучших спортсменов. И в 2022 году решили возобновить такую практику, создать несколько этапов турнира для того, чтобы поддерживать наших юных спортсменов. Потому что данный турнир проводится в трех возрастных категориях. Это до 13, до 15 лет и до 17 лет. Для того, чтобы выискивать талантливых и молодых спортсменов, которых бы можно было поддерживать с помощью грантов. И постепенно повышать их уровень мастерства и уровень развития к тому, чтобы они уже в 17 лет могли принимать участие на более крупных турнирах. Планы на этот турнир внушительные. Почти вдвое увеличить число финалистов по сравнению с прошлым годом. Их было около 6 человек в разных разрядах. В этом году мы планируем, чтобы состав наших спортсменов был около 10 человек. Мы на пути к этому пока получается. И в это нельзя не верить. Ведь уже в первый день турнира казанский спортсмен Илья Масолкин обыграл соперников всего лишь за два сета. Две недели мы готовились к этому турниру после отдыха. На этот турнир у меня цель зайти в финал в паре, наверное, выиграть. Но говорить о результатах еще рано. Финальный день соревнований пройдет 1 сентября. Там мы и узнаем имена финалистов. Алсушим Судинова, Амир Залюшев. Спортивная среда. Много спортивных тем, о которых мы не могли вам не рассказать. Приятного просмотра. Наш обзор начинаем с баскетбольного клуба «Уникс». Подопечный Велимира Пирасовича стартует в единой лиге ВТБ лишь 21 сентября. А пока казанцы провели два контрольных матча. Оба в закрытом режиме. Первый с ижевским баскетбольным клубом «Купол Родники». Встреча завершилась победой «Уникса» 89-65. Следующий соперник – «Самара». В этом матче 15 очков набрал Исмаэль Бако. А Джалин Рейнольдс и Марко Снайт по 13. Участие в игре принял новичок клуба Тони Тейлор. У него 12 баллов. В итоге победу «Уникс» одержал 72-64. Начал предсезонку в новом статусе защитник Дмитрий Кулагин. Теперь он новый капитан «Уникса». А вот в другом клубе из Казани с выбором пока не определились. Хоккейный «Акбарс» провел уже 7 контрольных матчей, 4 из которых на контрольном турнире в Санкт-Петербурге. И за это время у казанцев капитанами успели побывать Дмитрий Яшкин, Альберт Ярулин, Дмитрий Юдин, Илья Сафонов и Артем Галимов. Кто займет место капитана в сезоне, в команде скоро должны определиться. Что касается результатов, то у команды Анвара Готятулина пока все очень даже неплохо. 5 побед и 2 поражения. Особенно ярко проявляет себя молодежь. Ребята из Академии с большой долей вероятности будут получать место в составе в сезоне. А 27 августа «Акбарс» провел традиционную встречу с Раисом Республики Татарстан Рустамом Минихановым на своей клубной базе. Руководитель Республики выразил поддержку и пожелал удачи хоккеистам в предстоящем сезоне. Есть добрые традиции. Два раза точно мы встречаемся. Если такого будет, три раза будет точно. У нас новый тренер Аббар Рафаевич. Мы с ним по очереди по концертам сейчас ходим. Ваша футболка на концерте Салавата как самый главный приз. Волейбольный сезон не за горами. Двум нашим чемпионам «Зениту Казань» и «Динамо Акбар» скоро начинать выступление в Суперлиге. Команды сейчас играют в Кубке России. Мужчины в группе с Кузбассом, Локомотивом из Новосибирска и Факелом. Наши пока занимают первое место. А вот женский коллектив сразился в двух динамовских дерби. С московским «Динамо» и «Динамо» «Метар». Две победы из двух возможных. Ну и напоследок. Рэгбийный клуб «Стрела Акбарс» узнал своего соперника в полуфинале. Им стал «Красный Яр» из Красноярска. Первый мая состоится в гостях 14 сентября. А ответный через неделю, 21 числа в Казани. На этом спортивная среда подошла к концу. Спасибо, что были с нами в этот вечер. Мы вернемся в эфир в это же время на следующей неделе. Повторы всех выпусков смотрите в социальных сетях телеканала ТНВ. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»